Доброе здоровье, уважаемые посетители канала! Ну что, приступим! Я особо монтировать не буду, как я раньше что-то там монтируешь, что-то там делаешь, чтоб меньше каких-то там пропусков было. Вот. Чтобы вы видели, как я занимаюсь. Значит, зашел в свою студию, эффективно с последнего видео из-за динамической гимнастики, 4 занятия, 258 просмотров. Так, важное уведомление. Видео «Настойка грецких орехов Малаха Геннадий удалено из-за нарушения правил сообщества». Мы понимаем, что вы могли подать апелляции, бля-бля-бля. «Аналитика» по каналу 39 555 подписчиков. Так. «Контент» я особо смотреть даже не буду, так глянем, глянем, глянем. «Аналитика» «Аналитика» что-то вот. За последние 48 часов 2800 просмотров. Вроде бы, как много. Вроде бы, как много. 2803 уже сейчас все это идет. Но если сравнить с другими каналами, это какой-то мизер. Так. Комментарии и упоминания. Вот здесь мы остановимся Несколько Подробнее остановимся Смотрите Видите Куда это показывает Кстати, вчера я снимал Изодинамическую гимнастику Этими камерами новыми Что-то мне не понравилось Качество, ну ладно Так, Москва Утренний проход Фотограф Панкреатит не хочет проходить Так, так, так Фотограф Фотограф Включился Так Час изменено, чистка печени Как я делал Значит, масса всевозможных Там вопросов насчет чистки печени Я Сделал Достаточное количество разъясняющих Видосов на примерах И прочее И плюс Плюс Самое важное Дано Описание Этой чистки Полностью Вернее Нескольких этих чисток Более того Я их Продиктовал И выложил Целительные силы Там Или там Еще какие-то Книги То есть Аудиокниги Вы можете их просто-напросто Слушать Забыли что-то Ага Зашли Еще разок Прослушали Либо же По Ссылке Я правда не знаю Работает этот сайт Не работает Малахов Пров Вы можете зайти в мою библиотеку И почитать То есть Не надо мне писать Вот Ну я сейчас Вот там На примерах Вам Покажу А Что тут Что тут показывать Вот на Видосик Улинотерапия За и против Это Важно понимать Что это просто Видос Своего рода Как информационное Сообщение Что Вот Кто-то за Кто-то против Аргументы за Аргументы против И вот Джани Джани Наги Два часа назад Пишет При голодании Пить свою урину И воду В скобках День воду И день урину Или как Не поняла Объясните пожалуйста Спасибо А вот я не буду Объяснять Вот так вот Объяснять Вот Знаете Пришел один человек Вот мне Объясните Все это Изложено В моей Вот этой книге Из сосуда своего И она В свободном доступе В этой библиотеке Все это Тут указания Там есть Заходите И читайте Подробно Вы должны Если что-то Вы делаете Вы должны Для себя Вопрос Подробно Изучить Чтобы у вас Не осталось Каких-то там Темных пятен Чтобы вы В случае чего Знали Как себе Помочь А так Вот это День Допустим Какой-то Затыкачка Которая Легко Легко Решается Но вы Своими Неправильными Действиями Усугубили Целую Проблему И вам Кто-то Виноват Из-за того Что вы Не хотите Это делать Так что Я Хотя Я мягко Ответил Вы Почитайте Там все Объяснено Вот А где читать Я смотрела Видео А вот Ищите Я все вам Говорю Я в свое время Когда начал Заниматься А вообще Не было Ни этого Ни интернета Ни это Та-ра-та-та-та И вот этот Человек Заходит сюда Он не знает Ни где Почитать Ни как Пользоваться Каналом Он ничего Не знает И все Лучше Это Самое Объяснять 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 Когда Это все Уже Давным Давно Разжевано Смотрите Канал Смотрите Теплые Листы Чтобы вы Тоже понимали Где Что там Лежит Как Это Можно Обратиться Я Это Получается Понимаете Одно И то же Рассказываю По много Раз Хотя Это уже Было Подробнейшим Образом Описано Подробнейшим Образом Там Рассказано На эту Уринотерапию Тут Несколько Этих Самых Видосов Не говоря Уже Об этом Так Доктор Хаус Из Анимическая Гимнастика Поставил Знак Значит Сразу Я Отвечаю Вот Доктору Хаус Есть Люди Которые Вот так Вот спрашивают Я не знаю То Я не знаю Это Что-то мне Там Объясните Начали Делать У них Еще Что-то Такое Там А есть Люди Которые Уже И почитали И вникли В тот Или иной Вопрос И вот Им Хочется Помочь И поэтому Доктору Хаус Сделал Такое Предложение Доктор Хаус Я хочу Вам Сделать Подарок Напишите Мне На электронную Почту Чтобы я Знал Кому Высылать И я Вам Вышлю Редкое Издание Основы Здоровья Что значит Редкое Я написал Основы Здоровья В виде По-моему Десяти Или Одиннадцати Книг По темам И если Все это Собрать В одну Книгу Она Будет Конечно Большая Что я Вообще То И сделал Но Она Будет Слишком Большая Поэтому Я Основы Здоровья Одной Книгой Сделал Поменьше Убрал Некоторые Разделы А вот В тех Первоначальных Основах Здоровья Там Остался Интереснейший Материал Как я Читаю По Допустим Геопатогенным Зонам И еще Ряд Другого Материала Который Просто Напросто Из-за того Что надо Втиснуть Вот такой Объем Пришлось Выложить И Я Вот Подумываю Подумываю На основании Значит Моей Будем Говорить Жизни Практика Опыта Накопился Еще Ряд Таких Вопросов Которые Надо Осветить И которые Осветил Но которые Я Не Вложил В основы Здоровья Это Прежде всего Будет Диагностика Посвящена Я не знаю По-моему Там диагностики Нет Диагностику Которую Можете Вы Сделать Сами И оценить Своё Состояние Ну и так Дальше Итак Редкое Издание Основы Здоровья Доктору Хаусу Который Не Печаталось Я его Просто Сделал Для Себя Я Сделал Так Я Думаю Что Вам Пригодится Для Дальнейшей Практики То есть Человек Практикует Возможно Возможно Он Это Знает Возможно Он Это Не Знает Но В любом Случа Я думаю Пригодится Считайте Это Моим Новогодним Подарком Так что Доктор Хаус Откликайтесь И я Вам Вышлю Вот это Вот Своё Издание И вы Будете Там Заниматься Или Обращаться Так Пошли Дальше Ну вот Смотрите Тут Так вот Пользователь На Изодинамику Написал Поздравляю Всех С наступающим Новым Годом Хочу Поделиться Небольшим Рецептом Рецептом Да А постараюсь Написать Его Везде Постараюсь Я его Узнала Из Видео Евгения Аверьянова Это Рецепт Это Рецепт Или Метод Как Это Все Можно Знаете Вот Я понимаю Рецепт Это Нечто То Что Приготовляется Из Каких-то Компонентов А тут Он Следующий На Зеркало Надо Наклеить Можно На Скотч В Любое Место Турмалин Знаете Что Такое Турмалин Турмалин Это Минерал Особый Минерал Вы Даже Некоторые Не знают Что Турмалин Это Особый Минерал Он Обладает Определенными Свойствами Почему Его Клеят А не Что Другое И Чем Эти Свойства Отличаются Так Сказать Или Выделяют Его Это Тоже Надо Ждать Ну Ладно Рецепт Я Покупала Браслет И Клеила Бусинки Это Будет Формировать Хорошие События Вашей Жизни А Вот Здесь Я Не Согласен Что Вот Именно То Что Мы Прилепили И Все Мы Думаем С вами Что Мы Что Прилепили И Оно За Нас Сделает Нас Богатыми Знаменитыми Хотел Сказать Охеревающе Здоровыми Знаете С матюком Вот И Очень Здоровыми Еще Молодить Вдобавок События Формируются Нашим Сознанием Чтоб Вы Знали То Что Мы Прилепили Ничего Не Будет Формировать Кстати Инна Петрович Добрый Вечер Меня Зовут Вячеслав Ну Ка Че Там Кто Там Че Там Написал Мне Сообщение Так Потому Что Люди Если Мне Кто Вдруг Узнал Мой Телефон И Звонит Я Как Правило На Незнакомые Номера Не Отвечаю И Просто Их Блокирую Итак Меня Зовут Вячеслав Я Из Сан Петербурга Хотел С вами Познакомиться После Нового Года После Числа Седьмого Семьего Хотел Поговорить С вами Как Это Осуществует Ну Хорошо Поговорим Пишу Поговорим И Опа Отослал Поговорим Еще Разок Поговорим Написал Правильно Поговорим Все Сообщение Закрываем Продолжаем Дальше Так что Формируют События Наше Мышление В первую Очередь От Мышления Зависит Наша Речь И наши Поступки Мышление Мышления Нету Что оно Будет Формировать Так Особенно На большие Зеркала Ага На большие Зеркала Раз Прилепили Да Так И в спальне И в спальне Так Смотрите На большие Зеркала И в спальне Я бы Вот Лично Со Своего Опыта Не Советовал Вам Устанавливать Зеркала В спальне Пусть это Будет В ванной Комнате Или еще Там Где-то А если В спальне Стоит То она Куда-то Смотрит Знаете Не на Вашу Кровать Зеркало Это Выход Место Выхода Из Потустороннего Мира В этот И что К вам Выйдет Можно Только Гадать То есть Вот Вот Видите Я вот так Толкую Может Этот человек С каких-то Благостных Событий Побуждение Это Все Сделал А я Кое-что Зная На собственном Опыте А я Так Ну это Так Так Значит В спальне Не буду Здесь Даваться В объяснение Что такое Зеркала Зеркали И так далее И Знаете Тогда У меня Это Самое Такое На хрена Тогда Вот Это Все Это Писать Если Вы Считаете Что Это Как-то Работает Ну Грубо говоря У меня Есть Вот Такой Опыт Кто Хочет Более Подробно Узнать Можно Перейти По ссылке На видео Евгения Верьянова И там Все Рассказано То есть Вот Это Более Правильно Вот Видите Какой-то Детский Подход Вот Такой Вот Который Тут Выдается За Благоденствие Вот За Благоденствие Вот Вот Что-то Вот Налепили И Вам Только Хопа Майбах Приехал Ну и Прочее Я уже Об этом Говорил Я сам Люблю Сказки Рассказывать Знаете Вот Просто Как-то Словлю Ага 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 Я уже Проверил А так И Есть Так И Есть Что Там Так И Есть Я уже Проверила Так И Есть Что Так И Есть Сущность Вылезла Либо Либо Что Там Подкатил Там Принц На Белом Коне Что Там Было Вот Вот Так Вот Я Знаете Вот Просто Это Рассказываю Без всяких Как бы Сказать Оскорблений И прочего То есть Вы Я Стараюсь Вам Дать Такую Понятийную Часть Вот Этого Всего Процесса Без Закраски В плохой Или В хорошей Чтоб Вы Понятие Имели Что Вам Предлагают Я Уже Проверил Так И Есть Что Так И Есть Так Да Тара Тата Та Пошло Тут Так Тренажер 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 Вопрос Такой Можно Заниматься Железными Суставами Тазобедренными Нет Нельзя Заниматься Потому Что Вы Не Поймете Когда Вы Раздавите Тазобедренный Сустав Я Так Понимаю Головка Железная Входит В этот Тазобедренный Сустав А Штырь Входит В кость Так Вот Этот Штырь Раздавит Вам Кость И Вы Не Поймете Когда Это Может Случиться И На Каком Вес Это Может Случиться Поэтому Лично Я Так и Написал Я бы Не Стал Хочется Со Мною Встретиться Получится Так Получится Читаем Дальше Читаем Дальше Читаем Дальше Интересная Беседа Серж Матвиенко Пишет Даже Не Буду Смотреть Это Изодинамическую Гимнастику Все Можно Займаться И Мнастика А Мне Нет Серж Но Если У вас Есть Дюжи Большое Желание Ну Можете Приезжать Насколько Вы Поездите Раз Раз В Неделю Вот И Платить За это День За Каждое Занятие Кстати Вот Эти Вот Люди Чем Они Мне Понравились Эти Вот Я Тут Сижу На Этом Канале Распинаюсь Там Ну Даже Прошу Там О Помощи Там И так далее И тому подобное И все это Знаете Вот На халяву Дается Ценнейшие Знания Которые Лично Мне Помогли По жизни По всей жизни По всем направлениям Все это Дается 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 Оценка Никакая Все это Значит На халяву На халяву На халяву Вот Разъясните Мне Еще Я Трачу Своё Время Вот Даже Отвечая На Какой-то Вопрос Я Трачу Своё Время А вот Эти Люди Которые Пришли На Зеленедельскую Гимнастику Они Понимают Что Такое Время Что Такое Информация Что Такое Оценка Всего Этого С Ними Можно Так С Приятно Иметь Дело В отличие От Большинства Посетителей Канала Которые Тут Только Только Что То Что То Что То Вот И Написал Если Чтобы Получить Какой-то Эффект Надо Позаниматься Хотя Б Полгодика Хотя Б Полгодика Почему Полгодика Вот Это А не Сразу Мы Сейчас Тону Тебе Дадим И Ты Якобы Ее Там Поднимешь Эту Тону У Вас Неподготовлены Связки Вернее С самого Начала Начнем Вы Не Знаете Как Напрягаться Вы Не Знаете Саму Технику Вот Этого Движения Оказывается Там Есть Техника Этому Надо Научиться Вас Надо Научить Как Надо Напрягаться Чтобы Это Делать Далее Уже Идет Физиология Вам Надо Так Как Вы Перекошены Недокошены Вы Там И Не Знаете Что Там С Вами Вам Надо Давать Постепенную Нагрузку Для Того Чтобы Ваши Суставы Подготовились К Этому Ваши Связки Подготовились К Этому Чтобы Произошло Постановка Всех Этих Суставов И позвонков На свои места Чтоб Вы Привить Вас Для того Чтобы Вы Могли Проявить Вот это Усилие Для того Чтобы Проявить Усилие Огромное Должна Быть Правильная Постановка Анатомически Всех Ваших Костей Сочленений Связок И так Далее И суставов Тогда Вы можете Развить Это Усилие А это Время Если Вы Плюете На это Время Думаете А Да Вот Это Пожалуйста У вас Эти суставы Там Я Неоднократно Вылетают В другую Сторону А вы Еще И половину Своего Не прошли Вы можете Там Потянуть Связки Вы можете Массу Вещей Сделать О которых Вы даже Не подозреваете Но я То знаю Я То прошел Четыре года Плотных Занять О чем Говорю Поэтому Поэтому Как Хотите Ну Кто там Звонит Кто Звонит Вот Сейчас Послушаем Кто Звонит И что Ему Надо Слушаю Добрый вечер Добрый Еще Разок Знаком Наши Занимались Александр В компанию Он Просто Груки В одной Выложил Ага Вот Я Просто Тоже Так Занимаюсь Просто Самоуч У Сергея Крокоповича Не учился А так По Как По Книжечкам Сему Я подложил Сейчас Уже Там 800 Сверху Килограмм Поднимаю Вот Хотел Бы С вами Там Встретиться Там Получить Какой-то Опыт Ну Хорошо Знаете Что У нас Просто Тренажер Есть А Я же Говорю Просто Сам Сему Как Когда он Пришел Через Медитацию Через Эко Ну Хорошо Как Там У вас Получится Тогда После Нового Года Еще Разок Созвонимся Поговорим На эту Тему Как Я В Москве Думал Вы Встречать И Хотел С Москвы Ближе К вам Туда Добраться Ну Да С Москвы Конечно Ближе Добраться Я Просто На машине Туда Вам Вгонять Ну С С С Приедем Позанимаемся И Обратно Ну Хорошо Тогда Ну Это После Нового Года Будет Так же Ну Да Там Седьмого Восьмого Числа Будет Так Седьмого Восьмого Числа Хорошо Заранее Тогда Это С тобой Вы Больше Мне СМС Потому Что Я Телефоны Не Беру Незнакомые Номера Вот И Это Видели Вот Я Выставил На Канале Вот Вчера Мы Занимались Так Я Это Видел Видел Все А Видел Видел Все Это Ну Хорошо Хорошо Собор Раз Видел Мои Там Занятия Там Посмотрите Что Там Что Там Видели Да Я Сейчас Там Подтому Занимаюсь Ну Хорошо Хорошо Я Понял Восемьсот Вы Там Сказали С лишним Штанга На Поясе Да Да Хорошо 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 Значит Тогда Поближе К этому Еще Там Смс Напишите Да Попробуйте В Ватсап Войти И меня Там Зафиксируют Чтобы Это Мы Деньги Не тратили Все Спасибо Большое И Вас Наступающим До свидания Ну Вот Гравитационная Гимнастика С Петербурга Ладно Это Мы Потом Не будем Отвлекаться Это Серджио Что Пишет Что Там Это Что Там Он Ходит И Далее Пойдем Немножечко Вниз Вниз Пойдем Разговор Интересный Но Блаватская Неправа У меня Знаете Как-то Особо Нет Слов И Я Там Спорить Не буду Кто Прав Кто Виноват Я Который Раз Вам Говорю Выберите Для себя То Что Вы Можете Использовать В своей Жизни С Целью Улучшения Ее Качества Вот Что Надо Понимаете Делать Так Что Если Что У Блаватской Есть Возьмите Если Вы Считаете Нечего Взять Ну Тогда Берите Грубо говоря Со Зат У Рериха У Елены Значит Это Рерих Если Вам Это Что Не Можете Взять Или Это Не Нравится Ну Берите Что Там Другое То То есть нас никто с вами ни в чем не ограничивает. Все, знаете, вывалено вот так вот, знаете, как на барахолке лежит вот это. Но мы не знаем ценности и способа применения различных методик, и мы их не воспринимаем. Поэтому там Блаватскую, там, святая мне, еще кого-то, там, следующую, там, эту, Елену, с ее марафонами желаний, там, это, вот это, тара-та-та-та. А вы постарайтесь найти вот те крупинки, которые можно сложить, знаете, в красивый рабочий узор, и все это применить в себе и попереть. Вот это будет да, а не то, что, а тот это, тот на паре работает, а этот на реактивной тяге, а тот, грубо говоря, на ветряках. А еще четвертый там на угле, пятый на торфе, а шестой сделал этот самый военную мельницу и говорит, о, это к тому, что, вот, еще, все вывалено, все как на барахолке. Но мы не знаем, мы сами даже не понимаем, что нам нужно, что нам надо взять, и дальше, а как этим пользоваться. Ладно. Ой. Слюноделение на сухом голоде нормально, но если оно идет, нормально. Дело в том, что даже через слюну идет очищение. Опять-таки, все зависит, насколько это, если это по баллону трехлитровому выливается в день, это ненормально. А если чуть-чуть? Так, панические атаки, уже про них говорили. Ацедатический кризис. Человек, значит, голодает, ацедатический кризис и так далее, приходит, не приходит. Он может так незаметно прийти, тем более, уже 20 лет человек регулярно голодает, что это может произойти не это самое, незаметно для него. Это одно. И другое дело, еще другое дело, что всякое может быть. Мы обычно думаем, что должен это наступить и так далее, что вот, вот. То есть считается, классика, первый ацедатический кризис, потом второй там, потом может быть даже третий там, какие-то там кризисы. Это все нормально, но мы все разные, мы все разные. Ориентируйтесь не по этому кризису. Я даже, знаете, как-то я по кризису, вот, лично я не ориентируюсь, вот, когда я голодал. И когда я буду голодать, я буду совсем по другим ориентирам ориентироваться. Первое, первое, это вымывание шлаков, наиболее таких, сильнодействующих, ядовитых для организма. Это я буду принимать урину. Урину я буду принимать, допустим, раз в день там с утра, примерно так вот. Вот, и не все, а грубо говоря, там, ну, грамм там, допустим, 50. Зачем я это буду делать? Я вхожу в голодание, первый день голодания, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. И вот на первый день она одного вкуса, на второй она более концентрирована, на третий она еще более концентрирована. То есть концентрация солей, концентрация выхода разных шлаков из организма возрастает. И вот этим я определяю вкусом. Хотя это все видно без всякого вкуса по запаху выделяемой мочи и по ее цвету, насколько она концентрирована. То есть не обязательно все это хлебать. Далее вы голодаете и видите, вкус меняется, то есть она становится обыкновенная вода. Это говорит о том, что произошла хорошая расшлаковка вашего организма. И можно даже тоже на этом этапе выходить, если вы просто хотите расшлаковаться там в основном. Вывести вот эти лишние соли, шлаки, которые там накопились в организме, стать более-менее чистым и дальше жить. Вот. Меняется цвет, меняется, естественно, запах. Вот для меня основные ориентиры. А не то, что... А дальше уже, дальше, если я собираюсь дальше голодать. Дальше я уже начинаю ориентироваться по своему самочувствию и по тому, что выходит у меня из толстого кишечника во время клизмения. То есть, грубо говоря, до 30 суток может особо ничего там не выходить, но мутное, то и все, пятое, десятое. А после 30 суток, когда создались особые условия в организме, и, допустим, там какие-то живые колонии, грибков, микробов начали отмирать и выходить в виде бурых водорослей. Вот я смотрю, сегодня не выходит, делаю клизму, завтра выходит, делаю клизму, через 10 дней не выходит, через 20 дней не выходит. Вот, наголодать надо до тех пор, пока вот это не будет выходить. И даже, если вы делаете клизму, и ничего не выходит, это не значит, что все вышло. Потерпите еще денек-два и сделайте клизму. Если в течение этого тоже не будет выходить, вот тогда-то голод сделал свою роль, все там вычистил на вот этом вот уровне, то есть избавил вас от будущих онкологических этих заболеваний, и тогда вы начинаете выходить. Даже, да, ощущение чувства голода может быть еще и далеко. То есть на это тоже так надо, знаешь, равняться, как бы сказать, смотреть, так-сяк, так-сяк. Вот это вот я использую. Не пахнет только кислого рту. И когда, допустим, ну примерно на 30-х сутках начинает вот эта вся эта гадость отмирать в организме, то от человека идет вонь от тела, тухлятина. Вот надо также дождаться, если вы хотите еще дальше очиститься, дождаться того, чтобы вот эта вот тухлятина вышла из вас, вот этот запах. Далее вы ориентируетесь по языку. Он у вас будет белый, как этот самый. Вот такой вот белый. И по мере продолжения там и налет будет толще, а потом все тоньше, 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 более-менее там начнет розоветь. То есть и по языку существуют ориентиры. Но это дальние сроки, так сказать. Не будем дальние сроки загадывать, а вот я вам сказал самое важное. Если вы хотите просто капитально расшлаковаться, вы пьете, грубо говоря, чистую водичку, делаете клизмы, голодаете и смотрите на свою собственную уринку. Насколько она концентрированная, насколько от нее идет такой резкий запах. И как только этот запах и концентрация уходит, вот эта часть голода в порошоковке закончена. Это как раз такой нормальный голод, хороший, знаете. И сил у вас будет достаточно, и все. Вы можете выходить. А в других случаях, когда лечебное, там голодание, вот вам надо избавиться от какой-то серьезной болезни, это уже другое. Так, 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 так. А вот теперь к доктору Хаусу вернемся, вернемся, в протокол лечения, в протокол лечения. Я, значит, вот как-то я уважаю доктора. Доктора Хауса. Вот, скажем, зауважал. Зауважал, зауважал, зауважал. Ну вот, хочется, надо этот, с чего это все начинается. Так, 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 так. Да, кстати, вот до доктора Хауса. Значит, смотрите, 20, прошу помощи. Ну ладно, чем, чем, какие-то знания, если у меня есть, на эту тему. Это важно, что же понимать. Я что-то могу там рассказать. Итак, 26 лет назад приобрел ваши книги, успешно от моих проблем избавилась. Благодаря вам, дочистила кишечек и так далее. Вот это было жестко, реально. Жила после вроде стабильно, она срывала спину из-за тяжелой физической работы. Срывала спину из-за тяжелой физической работы. Ну, уже не будем говорить, что им можно укреплять и восстанавливать. А вот, смотрите, два с половиной года назад поставили металлоконструкцию на позвоночник поясницы. Вот и все. Вот до того, как вы что-то поставили, какую-то металлоконструкцию, можно более-менее... Ну, я вам показывал свою МРТ, свои поясницы, вообще позвоночного столба. Там какая-то жесть, жестяная. Но, тем не менее, я вот хожу, живу, двигаюсь, еще там, висайте, там, поднимаю. Да? То есть, я это все восстановил. Но если же у вас стоит какая-то металлоконструкция, то сама эта металлоконструкция служит своеобразной причиной для того, чтобы там не происходило восстановление. Она разрушает. Если вы будете давать какую-то нагрузку, то вот эти болты и так далее, вроде бы, как они должны там скрипить, там, между собой эти позвонки, чтобы там не ходило, или еще... Ну, согласно логике тех, которые делают. Но они же там потихонечку будут ходить, либо вообще, знаете, вот, грубо говоря, вам сделали эту операцию, и вы уже ничем не занимаетесь, просто ходите и тупо доживаете. Если же вы что-то хотите как-то укрепить, или еще там какие-то начинаются движения, и все это начинает, вот этот вот штырь там, в кости, начинает там двиняться, он начинает уже соответствующую разрушительную работу, или между собой. Я не знаю, у меня такого опыта восстановления после этих металлоконструкций нету. Я просто, знаете, удивляюсь вот этим вот методом лечения, вот, вот, якобы это называется метод лечения. Значит, вот, два с половиной года назад поставили металлоконструкцию на позвоночник и поясницу. Через год миому удалили вместе с яичником, ну, не знаю, вместе с яичником, а если миома или еще что-то, там вместе все это сама, а он тебе уже не нужен, ни яичник, ни тормирование. Так, сейчас началась полинейропатия, ужасно с ногами, боли и на руках начинаются, с ногами. Ну, ну, вот это все, что идет от поясницы, но, естественно, нервы идут туда. Много денег выжали, сейчас без работы, боли не дают работать, жизнь хочется. Мне 49 лет, жду ответа, что поможет в советах. А ничего тут в данном случае я не могу. Какой-то совет дать. Как? Что? Если кто-то знает, ну, пожалуйста. Вот такие это. А вот доктор Хаус как раз ответил. Попробуйте керосином, можно ты жду в день. Сделайте смесь 50 на 50 с базовым маслом, на холод не выходить, минимум 3 часа. Если добавить смесь эфирного масла, то это укрепит смесь. За пару дней должно пойти. И знаете, я это, даже соглашусь с ним. Вот в суставе имеется какая-то боль. В суставе имеется какая-то боль, там, допустим, плечевом еще, там, ход-то забедренный. Просто-напросто керосином сверху помазали, и боль уходит. Но, вот, будем говорить, это имеет место быть, это рекомендация. Но опять-таки, мы вот, смотрите, была поставлена металлоконструкция. То есть, эта металлоконструкция якобы должна была, ну, по идее, лично моей идее, на всю оставшуюся жизнь, вот эту часть как-то укрепить, соединить, чтобы там не было проблем. Но она, оказывается, что-то устранила, а что-то, допустим, наоборот вызывает. Да, вы будете мазать, вы будете мазать, а как эти болты были там, так они и будут. И боль появилась, вы помазали, вроде прошло. Боль появилась, вы помазали, прошло. А потом уже боль появилась, уже ни керосин, ничего не поможет. Это тоже надо понимать. Поэтому, прежде чем что-то, что-то делать, то вы подумайте. Не то, что завтра будет после операции или болтов, а через год, что с вами будет. Не будет ли гораздо хуже, чем до этого было? Ну, и такие, смотрите, такие вещи, вот кто-то пишет. Значит, на видос «Тонкость и разнение по чистке печени». Смотрите, сколько это. А Гулов говорит, что частые чистки выводят медь. Я написал, а вы ее вводите обратно. Пользователи спрашивают. Например. Ну, вот вы сказали, выводят медь. Как она выводится? В виде проволоки? В виде чего она выводится? Ну, подумайте. Что чаще всего медь у нас имеется в каких-то продуктах. Если она выводится, как говорят, с этими чистками печени, то вы, естественно, продукты, которые содержат этот микроэлемент медь, вы кушаете их и пополняете. Если это все будет еще усваиваться. Например. То есть отсутствует самостоятельное мышление. Вот оно отсутствует, и все вам сказали, а Гулов, говорит, выводит. Проволока сыпется или гвозди медные сыпятся, там все. Ну, если им сыпятся, значит, пилите эти гвозди и назад их потребляйте. А если это в пище, значит, ту пищу и соответственно. Так, знаете, я вот в охотку, в охотку, вот это вот все это делаю. А потом, когда охотка кончится, так, тут вымоют микрофлору. Так, а тут черви выходят. И не верилось, что у меня могут быть черви. Сегодня я был у своей родной сестры. Как раз у своего племянника. То есть у него маленький ребенок. Вот пришла, значит, сестра с мужем. Ребенок бегает, гудика два там с лишним, только начал говорить. Значит, племянник его, супруга. И малявчик, значит, бегает. И при этом у них имеются вот такие два кота. И раз имеются животные, они чистые, они такие, знаете, холеные, кастрированные, огромные. Жрут. Вот такие вот стали, знаете, в ширину стали. Вот так вот, что я хочу сказать. Если есть животные, даже без животных. Но если животные, это, знаете, практически у всех есть паразиты. Ну, примерно процентов у 95-97, это точно. Если же у вас дома живут какое-то домашнее животное, то 200% что у вас будут паразиты. Вот как вы не ухаживаете за этим животным, еще что-то там делаете, пролечиваете от паразитов или еще. У вас будут паразиты. Даже не столько у него, у животного. А у вас будут обязательно эти паразиты. Поэтому, что тут удивляться. Задача паразита, жить очень тихо и незаметно, вас посасывая, чтобы вы даже о нем и не подозревали. Так, 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 хочу, где же тут такое? Так, гнать желчь, гнать желчь. Так, подложительность, так. Я хочу тут про эту желчь, или что-то такое, на коем-то идет. Хронический кашель, голодать, нецелеводы. Что вы за него пишете? Если у человека, человек болеет, пусть он хоть родственник болеет, и он что-то не желает, что можно попить лучше, в этом случае противопаразитарно. Что вы за него думаете? Что вы? Если он не хочет никак меняться, а вы хотите там что-то там сделать такое. Так, бич, бич, бич. У Сереги Матвеенко бич. Так, в соках сейчас. Что-то я далеко спустился, никак не найду. Вот тут идут. Ага, 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 ага. Сейчас кое-что я нашел. Кое-что я нашел. Ну, идем дальше. Сейчас хорошо. Я без всякого монтажа, без всяких вырежданий, все, вот это только запуливаю, и смотрите, или не смотрите. Так, головокружение, решка ставишься, так, более-менее выходят. Ничего, кто смотрит в виде, ничего тут знает. Так, 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 так. Ну что, ну, где он так? Панкреатит, панкреатит. Так, панкреатит, панкреатит. Три дня назад. Нет, это про панкреатит. Панкреатит. Так, панкреатит. 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 Ну, пожалуйста. Это хорошее слово. А вот рассказать, это значит, надо потратить, это только потратить время на разговор. Дальше. Как можно вылечить панические атаки? У меня панические атаки. Несмотря на то, что были видосы на эту тему, человек не хочет это смотреть, он как-то вот сразу вот так, панические атаки. Знаете, вот раньше у меня как-то воспитанного в Советском Союзе особый язык не поворачивался. Слушайте, вы хотите занять мое время, вы хотите воспользоваться моими знаниями, при этом ничего не дать мне взамен. Или я неправильно рассуждаю? Так, значит, панические атаки. Голодание или уринотерапию, или вегетарианство, как можно вылечить мое заболевание? Вот так вот. Наивный вопросик. На этот наивный вопросик я даю вот такую вот ответить. Вот пойдите тогда, соответственно, к специалисту. И он вам уделит время. Он вам просто так его уделит. Начнет вам рассказывать. Либо же... Я долго вот думал, прав я, не прав, что вот это вот бесплатно рассказываю, 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 рассказываю. Будто мне другим нечего заниматься. Как Высоцкий пел. А я, мол, хочу быть у Гурьева, Тимошки, играть там на гармошке, хлебать с самогон, с огурцами. Хе-хе-хе. Так. Помимо того, что это изложено, еще разок. Ах и люди, ах и люди. Знаете, вот такое наивно. Вот Вы можете рассказать. Может, действительно, я там слишком жаден. Так. Где же это? Где же это все? Ага, ага. Тонкость и разъяснение по очистке. Там вытягивает стаду и желчь. Так, смотрите. Тонкость и разъяснение по очистке печени. Хотя много уже наговорили. То, что я хотел, не сказал. 51 минута. Тонкость и разъяснение по очистке печени. Смотрите. А вот Вуд 221, три дня назад пишет. Сейчас медицина предлагает сделать промывание пузыря и протоков через специальный шланг. Один шланг нагонит омывательной жидкостью, другой вытягивает старую желчь и все остальное. Отзывы самые положительные. Вот это хотелось бы, конечно, понимать. Значит, промывание желчного пузыря. Желчный пузырь, это не кишка. А он находится у нас внутри. Довольно-таки это. Внешних протоков он не имеет, куда этот шланг присоединить. То есть, через специальный шланг. Как этот специальный шланг будет вводиться? Через что он будет вводиться? То есть, для того, чтобы добраться до желчного пузыря. А желчный пузырь, чтобы вы знали. Так, один шланг нагнетает, и другой вытягивает старую желчку. Чтобы вы понимали... На руках я объясняю. Значит, желчный пузырь, это, ну, грубо говоря, как вот такой, как пузырь. Как надувной шарик. Знаете, полуспущенный надувной шарик. И он имеет вот этот вот. Он имеет только один выводной проток желчный. Насколько я знаю. Один выводной проток. То есть, по нему желч и входит, и выходит. И, значит, смотрите. Через специальный шланг. Один шланг нагоняет, а другой вытягивает. То есть, вот в этот пузырный проток. Значит, надо вставить каким-то образом шланг. Ну, пускай как-то они могут добраться до этого всего через, допустим, там какое-то устройство, которое показывает. И вот этот вот шланг надо пропихнуть. Смотрите. Ну, если так вот, чисто теоретически, через рот. Далее мы доходим до 12-перстной кишки. Находим, куда, значит, открывается устье желчевыводящего протока. По этому протоку проталкиваем этот шланг. И есть этот отдельный проток на пузырь. Значит, надо его еще направить на пузырь туда. И в то же время, и одновременно и другой шланг. Либо же эти два шланга соединены между собой. То есть, один, грубо говоря, вот этот вот нагоняет туда. А другой пониже, я так, видите, сразу представил. А он отсасывает. То есть, туда нагоняется. А это, значит, засасывает. Представляете, как это должно было быть, да? Чтобы вы так понимали. Отзывы самые положительные. А теперь... Я не знаю, сколько за эту процедуру берут. Опять-таки, видите, эта процедура... Напишите, вот, 221, а сколько эта процедура стоит. Чтобы мы могли сравнить с тем, которая имеет самые положительные отзывы, это чисточка по Татьяне Буревой. Я мог бы, со своей стороны, вообще не упоминать Татьяну Буреву, а написать, что это моя чистка, вот это вот травки, вот это вот, что я разработал, вот дальнейшую, значит, чистку печени, включил такие-то, такие-то там травы, а потом то-то-то-то-то-то. То есть, грубо говоря, знаете, сперев технологию и выдал это за свою. Ну, как видите, я особо этим делом не занимаюсь. И не страдаю тем, что, несмотря на то, что я светоч, чтобы что-то у другого свистнуть и при этом не упомнить. Очень важно вообще вот этих всех целителей, которые принесли что-то полезное, разумное, вспоминать, они будут тебе помогать. Так сказать, у тебя будет такое наитие интересное. Делюсь очень редкими вещами. Вот. И сравнить вот эту вот ценность, вот эту вот, вот эту вот, всю эту процедуру, что, что и как. И смотрите, ну я так разбираю. Здесь мы только желчный пузырь. Если вот это вот, да? Желчный пузырь. Сама же, вот, тут важно отметить, что вот это, с самыми положительными отзывами, чистка желчного пузыря. Чистка желчного пузыря. То есть, вымывает. И я даже не знаю, насколько вот эти большие конгломераты, которые там бывают, могут засосаться вот в этот вот проток и вывестись. Я даже не знаю, не забьется ли это там трубка. Ну, хотя, я как-нибудь познакомлюсь с этим делом. И вот смотрите, только, грубо говоря, желчный пузырь. Но мы-то с вами. Нам надо почистить печень. А это, как бы сказать, еще, знаешь, приятное дополнение к чистке печени, это еще идет и чистка желчного пузыря. То есть, мы с вами очищаем всю печень вот этой чисткой. И плюс еще желчный пузырь. Чуете разницу? И отзывы, кто делал правильно, самые положительные, ну вот, напишите так. Будет тема для дальнейшего разговора. Так, 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 так. Артем Федоров, молодец. Очень, очень. Активен. Как вы смотрите на рапсовое масло? Оно вроде как схоже с оливкой. Ну, пробуйте. Пробуйте. А вот, смотрите. Вот продолжает. Ну, мол, это. В рапсовом масле, наверное, глицина, туарина по 2-3 грамма, а, или вообще, глицина, туарина по 2-3 грамма каждого перед сном, 2-2,5 грамма холина, днем всегда разжижают желчь и так далее. Значит, сейчас появились вот люди, которые больше сделали уклон на коррекцию вот разного рода со здоровьем, там, и чистки, и прочее, с помощью медицинских препаратов. Насколько это эффективно, безопасно, насколько это часто можно применять, и так далее. Трудно ответить. А насчет, насчет, значит, этого самого. Панкреатита. Я как раз рассказывал, панкреатит не хочет выходить. Да, и вот тут. Что там делалось, что это, и аппетита нет, кто-нибудь разберет. И, 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 и. Так, так. Так, так. Так, так. Это я как раз разобрал, и вот теперь мы пошли наверх. Ну вот, смотрите. Вот, вот. Что там, голова вроде как кружится, или еще пишет. Сделали укол один верхний, зуб, десну, жидкость попала в внутреннее ухо, затошнило, и на несколько месяцев закружилось. Это был такой опыт, по-моему, упражнение головой на коже. Вот вроде бы обезболивающее сделали, для того, чтобы зубы не болели. Ну, и, и, вот, и, 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 и получили. Вот, на что я ответил. Вот, с этого начнем, и дальше проверим. Так, тонкости и разнение практически печени. Ну, пользователь такой-то, три дня назад пишет. У вас знание поверхностное. Я не буду говорить, хотя светоч вроде бы, вроде бы, ну, кое-что знает. Ну, естественно, не все. Это естественно, да? Они для практически здоровых людей. Да, в основном, для практически здоровых людей, которые запустили свой организм, почиститься и так далее. А вот дальше. А есть же люди с ожирением печени в различных стадиях. А вот когда, вот это вот происходит, значит, ожирение печени для различных стадий, надо уже спохватиться, чтобы не развелось вот эти стадии ожирения печени. Уже надо раньше спохватиться, а не ждать, пока у вас вообще там она ожиреет. А потом вы будете говорить, а что же делать? Так, далее. Фиброзы цирк столько наговорил, что аж это, батарейка сила. А наговорил, а, это же мы перезапустили. А батарейка, это больше часа. Итак, повторим еще на всякий случай. Геннадий Петрович, у вас знания поверхностные. Ну, пусть, пусть так будет. Они для практически здоровых людей. Хорошо, хорошо. Правильно подшипнуть. А есть же люди с ожирением печени в различных стадиях фиброзы, циррозов. Тут-то вы и ничего, видимо, не знаете. Знаете, как я ответил? Я ответил на это. И знать не хочу. А вот почему я вот это знать не хочу, сейчас я вам объясню. Значит, смотрите. А есть же люди с ожирением печени в различных стадиях. Так вот, надо спохватиться, чтобы оно не переросло в различные стадии. То есть, на стадии, когда начинаются стадии, вы уже должны спохватиться, а не дожидаться, когда уже с печенью ничего сделать нельзя. В последней стадии. Далее. Фиброзы. Фиброзы. Опять-таки, если у вас что-то начинается, вы чувствуете какие-то непорядки с печенью, вы уже тогда должны начинать заниматься этим, чтобы не допустить себя до фиброзов, цирроза, чтобы не допустить себя до цирроза. то есть, все это можно... Вот оно начинается, и вы все это прекращаете. Чем? Опять-таки, что вы делаете такое, что у вас идет ожирение печени, различные стадии, что у вас идут фиброзы, что идет циррозы, что у вас происходит в жизни, что к этому. И вот как это только начинается, вы меняете условия своей образ жизни. И этот процесс не идет. А если вы ничего не хотите делать, не хотите делать, и то, смотрите, и тут вы ничего, видимо, не знаете. Вот поэтому я и знать не хочу. Когда вот это уже случилось, я не хочу это знать. И мне это не надо. Это вам надо знать. и я вам объяснил, что вот оно до поры, до поры это надо делать. А не после того, когда вам что-то предложат и т.д. и т.п. Дальше. И вот тут начинается так ожирение, циррозы, медрозы и так далее. А ну-ка тут панкреатит не хочет проходить. Вот там. Мы сталкиваемся с комментариями доктора Хаоса. Вот. пишет, панкреатит это болезни желчного и печени плюс грибки. Как-то однозначно. Любая болезнь вообще-то это сочетание довольно-таки многих факторов. Может у этого человека банальные запоры. Откуда я знаю? Я не знаю. Что, что, как. Он просто пишет, этот человек, что у него панкреатит. При этом он не описывает вот почему существует сбор во время обращения к врачу. Существует такое понятие, как сбор предварительных данных об этом страдальце, чем он болел, какой образ жизни и так далее. и так далее. То есть может быть этот панкреатит следствие запора. Может этот панкреатит следствие запоя. Это так два. Может быть еще что-то. Может быть еще что-то. Может быть еще что-то. Но об этом ничего не сказано. И поэтому что я буду гадать? Пусть тот человек сказал, пусть он хорошенько подумает какой он образ жизни вел, что этот образ жизни внимание закономерно привел его к панкреатиту. Закономерно. Если у вас какое-то заболевание, то это все происходит закономерно. И что надо сделать в этом образе жизни, чтобы от этого избавиться? А тут смотрите, это болезни желчного и печени плюс грибки. Вот так доктор Хаус. Вот вы ответили. Я еще разок из-за того, что вы пытаетесь помогать и прочее прочее, я вам хочу сделать подарок вот эту свою здоровую эту книженцу основу здоровья подарить. панкредит это болезни желчного и печени. Да болезни желчного и печени огромное количество причин от чего-то. От чего возникают болезни желчного и печени? Плюс грибки или минус грибки или стафилококки. Вот от чего идут выводы. Восстанавливаем печень и желчный пузырь. Да, Ну, восстанавливаем. Каждому своей природе, но, как правило, здесь все люди 45 и выше, значит, природа холодна. Ага, природа холодна. Значит, и протокол лечения должен быть на погашении холода и сухости организма. Как это поглощать, холод и сухость организма? Как это делать? А если у человека неизвестно, как он питается, неизвестно, как он мыслит, неизвестно, какое у него эмоциональное состояние, ничего же это неизвестно. Восстанавливаем печень и желчный пузырь. С помощью чего и как и от чего? А не просто, что там природа сухости, холода и это. Да там еще куча других параметров. Ладно. Первое лекарство для поджелудочного это перекис водорода и семя укропа. Для поджелудочного. Ну хорошо. Эти два компонента восстанавливаются в системе на фоне травли грибков. Еще разок. Я знал людей больных поджелудочной железой из-за того, что они бухали. То есть они не так чтобы как бы сказать злостно. Но если так затеяли, то хорошо. Хороший курс алкоголь на это у них продолжительности и мощности. Вот в случае вот этого перекис водорода и семя укропа восстановят, когда они просто-напросто алкоголем эту и поджелудочную и печень там засушили. Восстановятся из системы на фоне травли грибков. А грибков там нету, потому что там один алкоголь. Ну вот вы как-то опять-таки рассуждайте, рассуждайте. Так, Бля, это так просто. Главная задача устранить все причины. Но как причины? Мы о них не знаем. О причинах. Доктор Хаус. Мы о них не знаем. Человек ничего не сказал. Бля, так просто устранить. Как он ест? Он может одну колбасу жрет, запоры, еще что-то. То есть огромное количество причин, о которых мы знаем, а что-то пытаемся этому человеку посоветовать. И болезнь уйдет на 50%. Впереди сезонная активность печени пузырена. Хорошо. Не пропустите 72. После них активный желудок. Так можно использовать аффирмацию читать в день по 20 на протяжении месяца. Ну хорошо. Читаем. Согласен. Все это работает. На протяжении месяца можно записи всех наступающих годах устранить все причины. Вот в этом вопрос. Не зная жизни этого человека что-то советовать. просто знаете вот я так сказал на отвали перекис водорода семи укропа и отвали. А там повезет так повезет не повезет так не повезет. А он при этом он при этом думая допустим алкоголик думая что вот эти семи укропы перекис водорода помогут значит продолжает приголубливать с колбаской там вот это с копченой и потом что-то и аффирмации не помогают читаю слушаю и при этом стаканчиком это самое запивает ну вот так вот до абсурда и я написал остается пробовать ваше семя это с водородом и так далее вот глядишь поможет глядишь вдруг попали знаете всякое же бывает в небо выстрел а там утка пролетела хоп утка упала так это я ответил и доктор хаус продолжает уже пробовали и не раз у всех результаты превосходные оказываются удивительно знаете проблемы с желчным пузырем являются причиной панкреатита какие проблемы что это такое проблемы с желчным пузырем вот смотрите проблемы с желчным пузырем человек допустим питается раз в день всего лишь на все картошкой грубо говоря там с салом там или еще там чем-то это такое что дает загустение этой желчи ну вот проблемы что это же надо знать понимать причиной панкреатита и плюс будем говорить я вот со своей практики знаю что хорошие алкоголики и причем знаете не у всех это панкреатит бывает а вот у некоторых особенно это все хорошо видно я уже рассказывал о своем случае что у меня поджелудочная воспалялась из-за того что я ведя здоровый образ жизни шел в елки-палки набирал на телеге прекрасно сваренный рис прекрасно значит поджаренную поджарку ну в томатном в томатном этом самом соусе это все томатной пасте я съедал с большим удовольствием а потом выходил вот я буквально таки вышел из этих елок-палок и у меня вот эта боль вот такая вот знаете как палка отдали вот она вот такая воспаление этого самого поджелудочной железы желчный пузырь или все-таки в голове что-то там не то срастается как ты ешь что ты ешь какие продукты тебе подходят какие продукты тебе не подходят так меня удивляет твоя реакция остается пробовать такое впечатление что отвечает мне дилетант вот там с большими буквами написано а не тот кто написал все эти книги значит опыта маловато у тебя Петрович да я только что высказался что на подобные знаете вот такие вот у меня заболело вот то-то и грубо говоря результаты превосходные вот у доктора хаоса хорошо я не возражаю ну превосходные я рад там за вас в зависимости от чего это может быть результаты если вы попали будут превосходны если не попали значит как были они никакие так и останутся написать все книги то есть не хочу сказать что я столкнулся с проблемой с собственным здоровьем и мне важно было ее решить и грубо говоря воодушевленный вот всем этим так сказать я ну прошелся мне было интересно это дело изучать все писать же какие-то работы специально по панкреатиту по тому при этом я вам рассказал в чем сложности что сложности зависят от того что вас может сдарить просто-напросто в живот что вы можете быть алкоголиком что вы можете жить с запорами что вы там можете просто-напросто даже кильку эту самую в томатном соусе есть и потом страдать изжогой и естественно воспалением поджелудочной железы это никто не хочет знать никто не хочет понимать ладно так опыта маловато а есть есть личные поэтому я не хочу вникать в эти вопросы которые касаются другого человека важно дать общее направление что исследуй а простой этот совет исследуй свою прежнюю жизнь которая тебя закономерно привела к тому или иному заболеванию в том числе панкреатитом так а я и день и ночь работаю с народом хорошо корректирую их на протяжении лечения хорошо если вот желание почему я и собираюсь подарить доктору хаосу свою эту работу глядишь она ему может быть там где-то там понадобится что он работает и день и ночь с народом на протяжении лечения именно так то и надо я этим делом не занимаюсь так и еще смотрите день и ночь работаю с народом это такой вопрос немножко возникает значит вы за счет этого тогда и живете если допустим я буду работать день и ночь с этим ну лечить там и так далее то есть я от этого должен и кормиться вот такой вот вопрос у меня семья у меня дом у меня там машины все это надо оплачивать все это надо жить вот такой простой вопрос помимо всего должно быть еще желание это работать я просто-напросто понял что если кое-что делать а именно менять свой образ жизни да все эти болячки в основном будут отскакивать ну вот так вот допустим в моих протоколах протоколы вот это вот вот проколы и все на первом месте стоит висцеральный самомассаж ну стоит так стоит ладно висцеральный самомассаж самомассаж то есть человека надо обучить этому самомассажу и так далее внутренних органов это надо обучить это надо затратить время без этого лечение неполноценное так как от стресса или беспокойства все органы намагниченные как бы затвердевают то есть размять всю эту байду логично логично пускай так да часто бывает так что органы покидают свою орбиту или состояние кишечника сдвигается сдвигает их со своих орбит у многих именно из-за этого не достигается результат видите не достигается результат помимо того что бывает просадка органов то есть опущение там того же желудка того же кишечника матки там мочевого пузыря почек и прочее а почему они опустились вот почему они опустились это же тоже надо ответить на эти вопросы и в случае чего что-то там предложить комплекс должен предусматривать все подходы хорошо и все эти подходы зависят опять-таки от предыдущих причин которые дали свои следствия надо их устранить ладно я сам через месяц начну подготовку чистки печени по своей конституции с горячими ваннами эфирными маслами хорошо правильно чем длительная подготовка к чистке печени горячие ванны дают общий прогрев эфирные масла еще дополнительно разжижают убивают разного рода ненужную микрофлору и так далее и в результате все это полетит очень хорошо так я заметил что они очень сильно расслабляют весь организм и чистка печени проходит идеально и без болезней вот это одно я только недавно вам выложил чистку печени сердже у него получился великолепный результат из-за того что он постоянно использовал травки побурево так на первой чистке печени у меня трясло и начинался озноб но это так бывает я поставил грелку к печени и к ногам утром что выходило я просто обалдел добро здоровья светоча и я дальше написал вот это самое ценное личный опыт вот его и возьмем откуда появляется личный опыт пробовал а не рассуждали еще разок подводя итог всей этой беседы я хоть и светоча и кое-что написал всего знать не могу и даже не хочу но то что меня если меня это заинтересует я целенаправленно изучаю эту тему для того чтобы добиться какого-то положительного результата поэтому если вы хотите добиться какого-то положительного результата изучайте данную тему устраняйте прежние ошибки которые вы совершили и пришли к данному результату к разбитому корыту и у вас все будет получаться вот что самое главное а на все такие вопросы значит ух ты с барахты там только задает а у меня вот это а у меня вот то а у меня пятое десятое а вот это расскажите это вообще неправильно некорректно и опять-таки надо понимать что это время жизненное время которое я хочу провести вот так вот а вы провели свое время вот так вот и нажили вот то-то и хотите вот это все как-то знаете что-то сделать ну вот так вот понимаете как хотите напишите что вы что вы думаете там правы не правы есть особый день в году наступает темноту новым годом он зовется и всех людей дается шелестят конфет отвертки там мандарин стоит и наряженная елка огоньками нас манит веселись 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 народ наступает наступает новый новый год он врачу нам несет он в подарки раздает радостью любого ждет это новый новый год снова детство к нам вернулось волшебство мы жадно ждем и подчерканье покалом ходит счастье в каждый дом веселись 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 народ наступает наступает новый новый год он врачу нам несет подарки раздает радостью любого ждет это новый новый так и спи дружок сердечный наливай бакал скарди загадай свое желание и подзвон курор попей веселись 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 народ наступает наступает новый новый год он врачу нам несет он подарки раздает радостью любого ждет это новый новый год я благодарю вас за то что откликаетесь проявляете свою благотворительность на поддержание канала